Спасибо за аплодисменты! Эта программа подробностей предоставляет вам последний в этом году выпуск нашего главного политического ток-шоу «Черное зеркало» в студии программы ее ведущей Евгений Киселев. Как всегда, мне помогает мой коллега, ведущий ежедневных подробностей Алексей Лихман. Поприветствуйте его, пожалуйста. А сегодня говорить мы будем об итогах минувшего года. У нас здесь в студии есть политики, политологи, журналисты. Я буду представлять, как всегда, наших гостей по мере того, как они будут включаться в разговор. Вопрос очень простой, уважаемые гости. Все-таки, когда остается буквально несколько дней до конца такого драматического, временами трагического, тяжелого года, который оставил очень многие вопросы без ответа. Начиная с вопроса о том, кто все-таки стрелял на Майдане, и заканчивая вопросом о том, почему топчутся на месте такие долгожданные, такие необходимые Украине, пусть и болезненные, но необходимые, повторяю, реформы. Такой простой-простой вопрос. Что было для вас самым важным в этом году? Что для вас представляется самым главным его итогом? Ну вот я хотел бы начать с Ивана Климпуш-Цинсадзе, которая у нас здесь представляет блок Петра Порошенко и является первым заместителем главы комитета по международным делам. Дякую, добрый вечер. Вы знаете, напевно, найважливейшее для меня цього року, если можно, несколько вещей, которые считают для себя принципово важными в том году, который еще не закончился. На самом деле, думаю, что главные подсумки лежат в військово-політичной площадке. Украина встретилась с открытой військовой агрессией, с инъекцией своей территории, своим соседом, стратегическим партнером в прошлом, Российской Федерации. И я думаю, что саме в этой площади найбольший виклик этого года, через то, что там мы втрачаем человеческое життя, мы видим страждание людей, мы мобилизуем всю страну и страждаем от этого и экономически, и политически, и гуманитарно. И в этой площади, правда, что правда, одновременно Украина забывает поступово свою, напевно, международную субъектность. Разом с тем, так, это тоже достаточно кривавый и сложный шлях происходит. Также для меня, и в этом контексте, серьезно Украина в международной площади просувается со своими интересами, которые она поступово формулирует. Насправді, ее интересы не были сформулированы до сего, и мы сейчас начнемся на ходу их формулировать, и это достаточно сложный процесс. Другим, очевидно, важным для меня подсумком и сложным попробованием этого года это был Майдан и, соответственно, формирование, мне кажется, что это формирование новой государственной политической нации украинцев, которые способны бороться за свои права, которые способны бороться за свою независимость, за свою территориальную цивилизность и, собственно, за существование этой страны. И мне кажется, что это год, одним из главных подсумков этого года, это то, что мы, в чем разница, вот здесь, вот, на ваш взгляд, извините, что я вас перебиваю, уточняю, так сказать, вопрос. Ведь примерно то же самое и в 2004-м говорили, в начале 2005-го. Вы знаете, через такую кровь, которую мы прошли на Майдане, через такие серьезные пробования, через такую радикальную измену общественную и общественную, и одночасную штуку себе, и штуку государственности, и политической нации, и формирование ее, мне кажется, что 2004-м остался открытым много вопросов, в частности, и через то, что после того люди не... гражданское общество не группировалося и не считало, что нужно контролировать свои достижения на тот момент, которые, казалось, были достижения на тот момент, после Майдана 2004-го года. Поэтому мне кажется, что именно это подорослищение граждан, подорослищение и новая кровь в политике, оно все вместе, оно формует новую страну. Я не говорю, что она уже сформирована, я считаю, что это сейчас эмбрюон новой страны, но, в принципе, это эмбрюон той страны, которую наши дети, мы надеемся, что мы им передаем достойную и сильную. Но, на самом деле, она сейчас надзвичайно ослаблена. Но мне кажется, что, соответственно, все процессы, это и мобилизация волонтеров, это мобилизация, в принципе, спидпомоги граждан, это умение протягнуть руку ближнему, это величезный комплекс вещей, которых мы не видали, мы сдавались себе набагато чистыми, чем мы выявилися, набагато менее сведомыми, чем мы выявилися, как нация, как политическая, снова же таки, подкреслю, нация. Независимо от того, что ты еврей, что ты украинец, что ты угориц, что ты угориц, что ты кто, что ты говоришь в Украине. И, слава Богу, наконец-то мы перестали политизировать вопросы мови, как таки. Ну и, конечно, экономический подсумок року, на жаль, очень нефтішный, но я думаю, что это не только экономическим подсумком, вернее, не только подсумком этого года, а это, власне, подсумок нашего господарювания протягом, не только, навіть, останнего периода, там, часов Януковича, а и 23-х роков, не роблення реформ. Я вот смотрю, Алексей Рябчин из партии Бачкищина, тоже депутат и член комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса. Та самая молодая кровь, кстати, о которой говорила. Да-да-да-да, представитель той самой... Вот вы сидели и так кивали, как бы, одобрительно Иванке. Вот что вам показалось там более всего важным, что вам больше всего понравилось, что созвучно? Я просто могу сказать, что для меня, когда вы говорите подвести итоги года, сегодня я, не знаю, 26-е, 27-е, я не могу подвести итоги года, потому что для меня они все еще продолжаются, и моя задача, как депутата, сформировать бюджет, сделать так, чтобы следующий год был годом реформ в Украине. То есть те надежды, на которые полагают на нас, на новых депутатов, то ответственность мы все понимаем, и мы стараемся ей соответствовать. И сказать, что это какой-то богатый... Ну, я просто не могу, поэтому я слушал Иванку, и я согласен. Для меня было очень важно в этом... Слушайте, а 10 месяцев прошло вот этому новому правительству? Ну, понятно там... Правительству новому две недели. Три недели, ну... Премьер-министр, у нас 10 месяцев один и тот же. Почему 10 месяцев на месте топчемся? Вопрос, во-первых, премьер-министр, я не буду брать ответственность за его деяние. Я просто спрашиваю, почему реформы не движутся, на ваш взгляд? Ну, это вопрос, который там только ребенок не задает, извините. Почему замах, как говорится, на гривну, я хотел сказать на рубль, на гривну, а удар на копейку? Я могу сказать, тут вопрос не только, почему реформы не движутся. Есть огромное ожидание общества, есть огромное ожидание общества, что ситуация изменится, ну, не то чтобы завтра, но послезавтра. И мы должны соответствовать этим ожиданиям. Это, как я еще говорил, очень тяжело. Для меня в этом году самым большим событием, наверное, это то, что я не могу вернуться домой, к себе в Донецк. Я выехал оттуда, понимая, что я вернусь туда через неделю, и я до сих пор не могу туда попасть. И вот сегодня... А родные ваши где? Я не буду называть, где мои родные, но тоже в безопасности. И сегодня я очень радовался, когда говорили, что будет совершен обмен наших украинских воинов, которые все-таки встретят, должны встретить Новый год у себя в семьях. Я точно так же радуюсь, если честно, за тех людей, которые, может быть, совершили ошибку. Вот там есть и украинцы, там есть представители других наций, которые тоже встретят Новый год у себя, в своих семьях. И, наверное, я надеюсь, что они осознают, что они были неправы. Но я бы хотел, чтобы власть, правительство, ну и мы все депутаты подумали о тех людях, которые хотят вернуться к себе домой в Украину. Жители Донецка, жители Луганска, жители Макеевки, они тоже хотят к себе домой в Украину. Давайте не забудем еще и про них. И ваш первый номер, да? Спасибо, что упомянули про нашего первого номера. Да, я не хотел тянуть одеяло на себя, но действительно я очень рад, что и благодарю всех коллег по коалиции по оппозиции, что они проголосовали за усиление оппозиции Надежды Савченко, что она станет, будет обладать еще большим дипломатическим статусом. И, возможно, тот человек, который голодает уже 13-й день. Мы летали к ней в Москву, мы видели ее, ее, к сожалению, не привели в здание суда, но я в глазах этого человека видел такую силу воли, у меня, наверное, такой нет, как у мужчины, просто эта женщина, она действительно символ, символ воли, символ непокорности в Украине. И вы бы видели, с каким достоинством она держалась в здании суда. Я понимаю, как ей тяжело. И я очень прошу от всех, кого зависят, в Украине, в России, в США, освободить нашу надежду, освободить других узников, которые там содержатся сейчас, и вернуть домой этих людей, чтобы они могли Новый год встретить со своими семьями. Ну, хорошо, а сейчас я хотел бы предоставить слово лидеру оппозиционного блока, Юрию Бойко. Юрий Анатольевич, у вас какие ощущения? Ну, я полностью согласен с тем, что это был самый драматический, тяжелый и страшный год в нашей истории. И, к сожалению, это не закончилось. И вот, политической точки зрения, военной, экономической, как бы ни тяжело было нам в этом году, но мы должны понимать, что трудности эти и проблемы, и трагедии, они еще не преодолены. Они не преодолены и политически, поскольку, вот, коллега сказал про Донецк, такая же ситуация в Луанской области, потеряли часть территории, потеряли часть людей, потеряли погибших, есть страшные цифры, даже официальные статистики. Почему вы считаете, что потеряли? Потеряли, я имею в виду, погибли люди. А часть территории? Почему вы считаете, что потеряли? Часть территории потеряли, потому что в Крыму 95% населения за две недели обменяло паспорта на российские, и ушли жить в другую страну. Вы сейчас говорили про Донецк и Луганск, сейчас решили, почему вы потеряли часть Донецка и Луганск? Почему так вы себе надо отсылаете? Я сказал, что мы потеряли часть территории, поскольку сегодня мы туда действительно не можем заехать, и вы в том числе. как граждане Украины, мы пока что заехать не можем. А надолго потеряли, Юрий Анатольевич? Я бы по-другому поставил вопрос. Совсем потеряли? Я считаю, что по Донецку и Луганску, если будет проявлена воля и нашего руководства, мы тут полностью поддержим его, по широкой автономии, и ключевой момент только, чтобы они остались в составе Украины, в ремневой зоне, и вот широкая автономия, на мой взгляд, то, о чем говорят сейчас по всем направлениям, это то, что может спасти нас, чтобы мы их не потеряли навсегда. Вы пропонуете федерализацию все-таки? Нет, я пропоную широкую автономию. Нет, я пропоную широкую автономию по типу крымской, и это не я пропоную, это практически все стороны. Вы потеряли в результате того, что была автономия, теперь то же самое с Донецком и Луганском, и чтобы тоже потом... Давайте я договорю, потом если у вас будут вопросы, вы мне зададите. Значит, поэтому сложности нас ждут перед ними. И основная сложность, я сейчас вижу, помимо, конечно, военных и остановки военного, окончательной остановки военного конфликта, это процедура принятия бюджета и вообще его выполнения. Потому что из того, что мы сегодня, во всяком случае, официально получили в парламент и уже посмотрели, комплекс налоговых законов, комплекс бюджетных законов, и сам бюджет, мы видим, что если его, не дай Бог, примут в том виде, то мы можем потерять вообще всю страну. Потому что все социальные... коротко сказать, это урезаются все социальные выплаты, затравятся все слои населения, повышается все налоги, в том числе и на людей. Вообще налоговик становится у нас главным по стране, это была мечта предыдущих властей. А сам бюджет, это минус 27 миллиардов в социальный год и плюс 53 миллиарда дополнительных налогов. Бюджет написан полностью по диктовке МВФ. Я помню, когда пришел премьер-министр и представлял программу правительства, я из трибуны говорил, что касательно экономики, там декларативно все там, участвовать, приобреть, а что касается социальных выплат, чертко обрезать, заморозить, изменить нормативную базу, чувствуется жесткая рука МВФ. Извините, Юрий Анатольевич, что перебиваю, но вот смотрите, ну а как быть без МВФ-то? Ну там как в романе «12 стульев» МВФ сейчас ставит вопрос. Утром реформы, извините даже, пусть под нашу диктовку, вечером деньги. Вечером реформы, утром деньги. И наоборот, вот никак не получается. А что, можно без денег МВФ обойтись? С 65-го года по 95-й 89 стран шло по пути реформ с МВФ. Принимали их программу. Из них 48 ухудшились, но немного. 32 серьезно, а несколько стран вообще упали в дефолт и экономический коллапс. Бразилия, Мексика, Ванесуэла, перечень можно продолжать. Нельзя в стране, где люди и так плохо живут, нельзя тупо следовать рецептам МВФ. Это путь в никуда. Это обнищание людей, это сужение внутреннего рынка, это ликвидация рабочих мест. В общем, полный букет, который получили все страны. А почему вы думаете, что обрежут все-таки льготы? Ведь выступала на днях Наталья Рейско, когда презентовала бюджет, и она сказала, что льготы урезать как раз не будут. Это был вопрос к семье Турковой. Я сказал, что из того документа, что мы получили в парламент сегодня, может быть, ночью они что-то придумали. Но его вернули на доработку. Не-не-не, вот он сегодня у нас проходил бюджетный комитет. Он еще проходит. Дай бог, они уже вернулись, дай бог, чтобы они там убрали наиболее одиозные статьи. Поскольку я вообще не понимаю, как они приедут у себя на округа. Мы, естественно, за него голосовать не будем. Как они будут объяснять людям, что у него пенсия 1500 гривен? А я же этот вопрос задал министру финансов. Правда ли, что они индексацию будут проводить, как записано в декабре 2015 года? Теперь представьте себе, обваливается гривна, человек получает пенсию, а 70% пенсионеров из 13,5 миллионов получает 1500 гривен. И как ей год дотянуть с этими ценами? Второй вопрос, который там тоже записан, это точное, которое они собираются голосовать. Повышение налога на землю, на имущество. Мы взяли для примера учительницу из Бориспольского района и посчитали, сколько она будет платить за дом, 40 квадратных метров дом на участке в 600. Сегодня она платит 180 гривен за год. при принятии одного закона налога она будет платить 7 тысяч. И за дом, и за участок. Это налог на землю, налог на имущество. При том, что зарплата в среднем у нее 2700, и зарабатывает она около 30 тысяч гривен в год. То есть она, четвертую часть своей зарплаты, вынуждена будет отдавать. Я хочу посмотреть, как они будут объяснять это людям. Теперь что делать, что говорит Евгений Алексеевич? Да просто. Я с трибуны говорю, остановите на полгода контрабанду бензина. Начали с Одесской таможни, сегодня Николаевской. Не надо будет обрезать питание детям и обрезать льготы. Контрабанда бензина, это кто делает? Кто занимается контрабандой бензина? Сегодняшняя власть. Две фирмы, так и три в том, что цинизм вообще-то в том, начали они в Одессе весной, Николаев подключился осенью, сегодня около 50 тысяч тонн завозят контрабанды, потери же месячного бюджета примерно 100 миллионов. Цинизм в том, что фирмы, которые этим занимаются, зарегистрированы в музейном переулке на Грушевской, Одессе, там где стояли баррикады Майдана. Я им тоже с трибуны говорил, прекратите. Что вы делаете вообще? Второй вопрос для офшоризации. В прошлом году 25% экспорта прошло через Кипр. В этом году уже 49% экспорта прошло через офшор, но уже поменялся Кипр на Швейцарию. Отмените это. Нет, они нас начинают, скажем так, обманывать. Давайте сделаем динозавство с Кипром, который сегодня на 12 месте по экспорту, всего 12 миллиардов, а 136 миллиардов прогнали через Швейцарию в этом году, сегодня, крича о том, что они борются с коррупцией. Вот, пожалуйста, только два. И таких примеров, к сожалению, много. Поэтому надо сначала навести порядок у себя, а социальные льготы уже обрезать в последнюю очередь, если уже нет возможности выйти за счет закрытия вот этих дыр. Я прошу прощения. Я уже секунду. Вот. Тут у нас есть представитель радикальной партии, Юрий Чижмарь, тоже депутат Верховной Рады. Вот радикальные бюджетные сокращения, которые предлагаются. Радикальные сокращения социальных. Вы, как представитель радикальной партии, как вы относитесь к этим предложениям? Ну, я сейчас вернусь до вопроса, что для меня этот год был. Потому что это было загальное вопрос. Но мы вопросом не забудьте ответить. Я коротенько, да. Значит, этот год для меня действительно украина прошла великое пробование. И в первую очередь мы понимали, кто в этом свете нам товарищ, а кто ворог. Мы переоценили позицию Росии щодо Украины. Я надеюсь, что большинство населения усвідомило то, что основный ворог находится на Сходе. Это не брат и не сестра. Я надеюсь, что этого года нация усвідомила, что нас не можно делить ни по мове, ни по релегии. Слава Богу, что люди ходят взагаля в церкву, чтобы ходили, а не делить их. Слава Богу, что говорят украинские, русские, англійськие, там, не знаю, німецкие мови. И знают свою украинскую державную мову. Тому это великий урок для нашего народа. Я считаю, что этого года наш народ показал, что он европейскую нацию. Он первый вышел на барикады и защитил демократию. Не чиновники, не политики. Мы помним, они шли позаду. Они обнимались с Януковичем, потискали руки, народ был против. И они добились своего. Они первый пошли на защиту Схода Украины. Потому что то, что делала влада, она програла Крым. Она ничего не делала. И если бы так было, уже бы забрали не только Донецк, Луганск, а забрали бы уже Запорожье, Миколаев, Одессу. Народ отстоял, не ожидая, пока Минобороны или другая органа влады сделают свои решения. То есть мы имеем сильную духом украинскую нацию. Но единственное, что... Единственное, что... На жаль, эта нация не была достойной у себя керевников в эти годы. На жаль. И я надеюсь, что этот год должен показать, что Украина изменилась не только среди населения, не только молодь, люди изменились, а изменилась влада, которая понимает, что сила страны в ее оборонзавательности, политической стабильности и социальной защищенности простого маленького украинца. Сегодня для этой влады самое великое пробование – это бюджет, податковая и социальная база. Те законы, которые сегодня на разе нареженым камнем переверки влади. И мы, как радикальная партия, против сегодняшнего бюджета только в том плане и податковой базы, что она начала искать резервы для экономики среди наиболее беднейших слоев населенения. Не люди для экономики, а экономика для людей. Это принцип повинен быть для урядовцев сьогодні. И для парламента так же. Мы говорим про то, что да, мы хотим европейских стандартей. Платная, но качественная освета. Платная, страховая, но качественная медицина. Но мы хотим, чтобы люди могли это оплатить. Потому что, на жаль, сегодня при той минимальной зарплате, которая есть в стране, это парадоксально. В Европе таких стандартей нет. Когда украинец, имея зарплату, работая 40 часов в неделю, то есть полный рабочий день, он идет в социальный защит и получает субсидию на ЖКХ, по малозабеспеченности. Такого в Европе нет, что работающая человек не могла забезпечить себе житло, харчи и одях. Это конституционное право, предположенное Украинской Конституцией. Так что делать? Поэтому мы говорим про то, что обрезать социальные стандарты можно только в том случае, когда все ниши, коррумпованные в экономике, вычищены. Мне очень странно. Три проекта закону о деофшоризации. Пока что только Кипр. Да, я сгоден с тем, что там есть очень много, и даже готуются по Люксембургу офшорная зона, которая резервовая. Но вопрос, почему же не принять? Нет, нужно придумывать какую-то историю, что нужно с Кипром что-то проговорить, нужно изменить какой-то текст угоди, и отменить его и все другие угоды, которые предмечают офшорную зону. Для Украины это коррупционный бизнес. Далее. Мы говорим про то, что, например, там внесены нормы... Юрий, вы меня извините, пожалуйста, у меня небольшая ремарка. Вот вы, не только вы, все присутствующие, вы в основном говорите мы говорим. Мы говорим про то, мы говорим про то. Мы голосовали за демокатики при этом угоде. Потому что, если мы будем говорить, то по итогам следующего года мы будем подбивать все же и тут. Понимаете? Мы поставили вопрос перед урядом поднятия ремб. Что поднял уряд сегодня? Он поднял ренту только там, где есть... Давайте конкретно по бюджету. Что вы делаете, чтобы этот бюджет не вытаивал нашу страну до смерти? А, конкретно. Кооперация с этими шелл и шеврон, которые сегодня не работают. Все другие, почему-то Кабмин решил, что он сам будет принимать решение по вызвати ренту серьезной коррупции. Когда народные депутаты украины сидят и говорят, что это влада, это влада. Вы фактически есть влада. А мы себя не высохлимем. И мы выхтоим эту позицию. Потому что, отвечая на ваши вопросы, и это очень правильно было, и своёчасно поставил на вопрос, потому что в конце года нужно подвести подсумки и дать ответ почему 10 месяцев мы имеем фактически уряд, но нет реформ. И сгадываем, сгадываем о ближней истории 1989 рождения Бальцирович в серпе приходит до фактически влади в Польше участвовавший экономический и финансовый блок, а уже в вересни трошки больше чем за месяц надает 11 законопроектов. Тобто, людина спромоглась за месяц. Чому? Дайте ответы. Я могу дать вариант я могу вам дать вариант эти ответы. Потому что вы, политики, сильно заполітизовали не только общество, а и себя. Мы занимаемся основными выборчими компаниями, а не складыванием законопроектов. Вы глубоко помиляетесь в том, что мы уклали коалифицированную угоду, где прописано чётко всі моменты. Мы достигали консенсус почти месяц. И, на жаль, сегодня... Сколько законопроектов вы запоминали за месяц работы? Сейчас я вам скажу. И, на жаль, сегодня, когда мы достигли все коалифицированные партии, до сих пор по коалифицированной угоди, сегодня уряд, там все прописано. Если бы они сегодня следовали чётко буквы коалифицированной угодой и бюджет, и политическая база, и социальная база, уряд, был бы за один день внесен и за один день проголосованный. И мы сегодня не говорили про то, почему мы несколько дней голосуем эти законы. Это первое. А теперь по моим законопроектам. Значит, мы уже зареестрували и уже проголосованным, до речи, закон у Верховной Рады, который забороняет виселять людей. Это радикальная партия, все члены наши подписались. Мы делали это вместе. Не можно виселять людей, боржников, по валютным кредитам. И это проголосовано минулой. Это найбільший популізм. Я перепрошу, я не могу это на проект «Учина украинской экономики». Мы сьогодні зареестрували закон, про который очень долго говорили, что добровольцы, которые брали участь в военных действиях в первые дни, но потом с тех или не вошли в склад оружейных формований с конституцией Украины. Они так же и учасниками боевых действий. И мы должны их признавать. И этот законопроект уже зареєстрованный. И мы будем за него голосовать. Дуже много проектов зареєстрованих, очень много проектов не принимают. Это мы знаем. Очень много чего рекомендуется органам местного самоврядувания. Например, было бы рекомендовано выдать всем участникам эту земельную диланку. Люди идуть не до вас, они идуть до нас на местах, но на жаль вы не порекомендували где нам взять. Понимаете, что я вам что скажу? Мы не представили это Владимир Карплю, мэр города Арбеняка, который хорошо знает, что вы не думаете. В Тернополе сьогодні под ширмой памятника Небесні сотни выбирают 26 площадей перед библиотекой, которая не добудована. И инвестор, который будет выбирать этот памятник, хочет строить 12-ку верховку. Так вот, это ваша местная влада, которая сегодня действует по местам, которая сегодня под ширмой Небесной сотни выдают земельные диланки для строительства 12-ку верховых домов. Вот тут проблема. Маете вы землю, вы не хотите ее давать, вы хотите на ней коррупцию делать. Это правда. вы мэр Ирпеня, Владимир Карплюк, мэр такого же примерно города, как тот город, вы подсчеты производили по Борисскому району. Примерно одно... Вот те расчеты, которые Юрий Бойко приводил, вот как вы, человек работающий непосредственно в таком месте, как вы их оцениваете? Как это справедливо, это несправедливо? Это напряжение. Частково справедливо. Вы знаете, мне больше... И как с этим быть? В проекте бюджета на следующий год бентежит то, что фактически нас, органы местного самовредования, уже на старте залишили 60% с податком на доходы физических осіб. Мы, раньше, имели 75%. Например, для нашего маленького места это не мало, не мало, 25 миллионов гривен. Замість того нам дали дуже багато податков и сборей, которые, на жаль, мы на сегодняшний день не способны прораховать. То есть, мы не можем спрогнозировать свои доходы, а это страшно, на старте года не быть способным спрогнозировать свои доходы. Поэтому, в том, что говорит пан Юрий, там есть дельты, там есть и до. Мы, конечно, будем кориговать показниками, коэффициентами, которые дали органы местного самовредования, для меньших захищенных верст населенения будем намагаться меньше коэффициентами для большого населенения, больше коэффициентами. Но, стратегично, пан Юрий озвучил правильно, потому что механизму на сегодняшний день в городе Ирпеня прораховать, в котором я буду мать доходную часть по тому проекту бюджету, который я увидел, нет. Иван, потом Алексей. Иван, вы просили поставить пару слов. Коротенько, ремарки на зауважение своих коллег. Пане Юрію, хочу вам сказать, мы можем погоджуватися и не погоджуватися с вимогами МВФ. На жаль, у нас с вами немає шансу, як у країни, прожити буквально сечень месяц без грошей МВФ. Тобто, мы в таком стане, что, если мы не отримаем, у нас немає других позицийников, кто бы мог зараз допомогти. Безумовно, это нужно включать и другие механизмы выхода из этой кризи, но, вместе с тем, нам необходимы деньги. Это одна речь. Я бы хотела зауважить, что сейчас те законопроекты, которые были внесены урядом, сейчас очень жваво, активно, днями, ночами, невероятными усилиями обговорюются депутатами. Депутаты пытаются вносить поправки. На самом деле, не все так просто, не все так легко идет. И эта дискуссия продолжается, это не завершенным процессом. Я надеюсь, что эта дискуссия, открыта дискуссия, которая ведется зараз, она даст смогу выйти на принятный для страны результат. И, власне, хотела бы зауважить коллеги из Радикальной партии, пане Юрію, вы знаете, мне кажется, что нужно просто мать смелость, визнавать, что запропонованный вам закон, который забороняет, власне, конфискувать житло у тех людей, которые получили его по ипотеции, в таком вигляде, в котором вы на ура пронесли это решение в Верховной Раде вчера буквально, когда оно было внесено в порядок день, и в вечері голосовалось в первом читании, мне кажется, что это просто безвідповедальность перед будь-якой банковской системой, как такой. Это означает, что жоден банк больше не дать кредитов нікому экономическую банковскую систему и мы просто безвідповедальность ставим до того, что мы обещаем людям. Безвідповедальность. Я зато не голосовала и готова пояснить людям всю свою позицию. Безвідповедальность было давать реинвестирование цього года, миллиардные реинвестиции в банки, которые перетворили эти гроши на стачок курсу валюти. Власне, вам не треба было параллельно международной реинвестицией законопроекта. Алексей, 143 миллиарда гривен отримали банковская система и не захислили валюти кузь. Мне хотелось бы, чтобы местная власть, жалко, здесь нет исполнительности, депутаты. Мы не ссоримся, мы критикуем, и в истории рождается истина. Мы хотим, чтобы, уважаемый коллега, не так сильно критиковал, мы в одной лодке. Мы оставим децентрализацию местных бюджетов, которая, к сожалению, не заложена так, как нам бы хотелось достаточно. Мы оставим ваши деньги, мы оставим деньги местных советов, мы оставим деньги сельничных и села. Мы это делаем. Правильно Иванка сказал, но только, наверное, мы не обсуждаем. Для того, чтобы обсуждать, просто взгляд и человек, который только пришел в парламент, и который раньше для меня, вот это все, то, что нажималось на кнопку, это было, а что же вы там делаете? До того, как ты нажмешь на кнопку, ты делаешь куча экспертных выставок. Ты собираешь громаду, ты собираешь профессиональную организацию, РПР, я не знаю, люди тебе приносят вот наши зауваженные. Нам на бюджет несли три или четыре дня назад. Я спал по три часа эти дни. У нас кужа Александра Валимовна, она вообще не спит, она постоянно сидит и готовит. Вы видите, сколько выступает и Батькивщина, и Радикальная партия, и Самокомич, и Блок Петра Порошенко. Выступаем, пытаемся доказать то, что нужно вот так вот, мы не входим в клинч правительства. У нас есть определенные претензии по срокам, по нарушению процедуры. А правительство вас слышит? Я надеюсь, что слышит. Или только делает вид? У нас есть контакт с правительством. Я надеюсь, что они не только нас слышат, но и услышат. Алексей, а не будет так, что вы обсуждаете, спорите, а затем голосуете? А не будет ли так, что вы будете с пеной у рта обсуждать, спорить, а потом проголосуете, как за закон по СНГО? Я лично так делать не буду. И по закону по СНГО я хотел бы отдельно сказать. Я рад, что наконец-то амбиции были удовлетворены. Этот орган нашелся, нашли компромисс, хотя я конкретно не голосовал, потому что я был один из тех депутатов, который подписал поправку, которую внес Сергей Ильиченко. И в нарушение процедуры ее даже не поставили на голосование. Прошла бы она, не прошла бы она, но просто даже не уважили тех депутатов, которые поставили эту поправку. Проголосовали, поэтому... Я думаю, что давайте вот разговор про СНГО, если вы не будете торопиться и уходить после перерыва, мы оставим до следующего часа. Вот, секундочку, Юрий Анатольевич. Вот просто для того, чтобы чуть-чуть конкретизировать наш разговор. Смотрите, одна из главных тем и, можно сказать, из главных итогов года так называемый угольный кризис. Сколько уже слов сказано о том, что не хватает угля, что есть дефицит угля. Ведутся споры о том, где этот уголь покупать. В России, правильно ли, если будут его завозить из России, правильно ли завозить его из тех территорий, которые находятся под контролем боевиков. Или там из Южной Африки. Сначала говорят из Южной Африки, потом выясняется, что из Южной Африки коррупционным каким-то способом его заводят. У рядового обывателя, мне кажется, кругом голова уже идет. Но вот смотрите, вот наша программа подробности нашла конкретную шахту. Номер 3, Южно-Донбасская, находится на территории, которая контролируется Украиной. Это недалеко от города Угледар, Донецкой области. Предприятие не работает. Если бы работало, то произвело бы уже 21 тысяча тонн угля. Не знаю, много это или мало. В настоящий момент там 25 тонн угля. Как раз энергетического, который можно использовать там, где он так нужен. Там, по-моему, другой марки как раз. Другой марки? Окей. Хорошо. Я не эксперт. Но факт тот, что вот этот уголь можно было видеть на картинке, наш корреспондент мог руками потрогать. 10 тонн просто под открытым небом лежат, 15 тонн лежат в подземных хранилищах. И, смотрите, шахта не может заключить договор на перевозку угля. Железная дорога тоже проходит от этой шахты и вглубь территории Украины по территории, которая контролируется. Украинской властью. Но эта шахта не юрлицо, потому что она относилась к объединению, которое находится на оккупированной территории. Вот такая вот юридическая ерунда. И вот этот вопрос, просто простите за грубое слово, в бардаке, в бюрократическом погряз. Сегодня мы показали другую шахту, одно из крупнейших предприятий в Донецкой области. Там энергетический уголь, насколько я знаю, это семидов уголь, простите, семидов уголь, 200 тысяч тонн там имеется. Вот почему так происходит? Ну, вы знаете, чтобы коротко по тем репликам, которые слышал от коллег, вот, что происходит, что вообще сегодня произойдет, или завтра, или послезавтра? Завтра, коалиция возьмет на себя политическую ответственность за принятие бюджета. Причем, коллеги могут обижаться, кто-то будет рассказывать свое мнение, кто-то будет в куларах хайить этот бюджет, но вы проголосуете. 300, 250 голосов, вы примите этот бюджет. Что произойдет дальше? Это действительно шантаж. И нам почему не дали денег МВФ, обещали дать там 15, дали всего 4,5, при том, что вам, как бы, 5 мы отдали? Как раз потому, что не было реформ. Потому что вот эту программу премьера, вот у меня было дежавю такое, когда я слушал, поскольку мы ее слушали еще 8 месяцев назад. То же самое. Просто он по-другому, может быть, сказал, но те же декларации, те же светлое будущее, тоже нас ожидает. Тем не менее, это все осталось на бумаге. Поэтому не дали денег, поэтому мы стоим перед выбором, что нам надо принимать драконовский по отношению к нашим людям бюджет. И отвечая на вопрос коллеги из Арпеня, вот ему оставили налог на прибыль. Это чисто воды издевательства для маленьких городов, поскольку у него нет металлургического завода или химического предприятия, ему очень сложно заставить бизнесменов сейчас платить этот налог на прибыль в условиях кризиса. А подоходный налог отобрали, который был фиксирован, и который как бы он мог просчитать. Поэтому мы пораховали, сколько у вас втраты по местам до 100 тысяч населения в Украине. приблизительно 30-35% местного бюджета на жаль вы не дорахуетесь перед всем так званой децентрализации. Теперь, чтобы ответить на вопрос по углю, значит, все лето нам рассказывали о том, что у нас хватает энергоресурсов. Все лето рассказывали, что угля хватает, газа, завезли этот мусор с Южной Африки, значит, в два раза ниже калорийности, чем наш уголь. Зачем это все закончилось? Сегодня не только на тех шахтах, о которых вы сказали, лежит уголь. Личичанск уголь 100 тысяч тонн на складах, 1 мая пуголь 60 тысяч. Это наша территория, это полностью нам под контролем. Это чисто непрофессионализм. Это отсутствие солярки на железной дороге, отсутствие координации между руководителями. Это шапка закидательства, когда рассчитывали на реверс Европы, причем это мы его начали и мы его наладили, но понятно, что он не заменил полностью. И это у нас только начало зимы. У нас на самом деле морозы начинаются с середины января. Поэтому пока не начались, пока что бог на стороне Украины. Понятно, что надо сделать в этой ситуации. Пожалуйста. Причем я хотел сказать сразу, что я в парламенте сказал, что мы этот вопрос отделим от политики. энергетической безопасности с учетом того, что это действительно касается каждого и тут нам нечего делить. И мы готовы поставить плечо, голосовать с тем, чтобы обеспечить людей теплом и светом. Мы слишком хорошо понимаем, что не дай бог может быть, когда ударит мороз минут 20, а у нас не будет хватать ресурса и будут ставить блоки. Поэтому сейчас надо немедленно запускать эти шахты, вывозить с нашей территории уголь, закупать дополнительно количество газа, обеспечивать и готовиться на начало января. К сожалению, насколько я понимаю, сегодня четкого плана нет, и поэтому я на Коэрсоном Совете поставил вопрос, чтобы пригласили министра. Мы его не будем там, понятно, обвинять, поскольку он работает недавно. Мы в этой ситуации хотим помочь, чтобы страна не замерзла, чтобы у нас не было каких-то массов полчевского по стране. Хорошо, если так будет? Ну так это и будет, потому что другого выхода нет. Мы должны просто собраться, сделать топливный баланс такой, чтобы он помог вытащить страну мороз. Ну а все, о чем вы говорите, можно ли сделать за короткий срок? Потому что уже середина января, через две недели, и можно ли все, о чем вы говорите, сделать за какой-то короткий сжатый срок? Ну так он на уголе у нас на территории лежит. Он у нас на складах. Он бывает разный, газовый, тощий, антрацит, но в принципе можно подобрать любую станцию и в этой ситуации это можно сделать. Алексей, мы дадим вам слово, давайте сначала послушаем Константина Бородина на энергетический сфер. Пожалуйста, господин Бойко затронул тему, которая на сегодняшний день является, на мой взгляд, одной из важнейших. Потому что каждый конкретный потребитель, каждый украинец уже ощущает на себе последствия энергетического кризиса, который на самом деле только приближается. Запасов газа в подземных хранилищах совершенно недостаточно и их явно не хватит для того, чтобы пройти даже январь. Необходимо срочно контрактовать газ в России. Это основной энергоноситель, который на сегодняшний день доступен в Украине. А насколько правильно покупать газ сейчас в России? Мы же получается, что в стране агрессору де-факто, да, платим деньги за газ. Но на сегодняшний день уже заплатили. На сегодняшний день это единственный источник, который у нас есть. А реверс из Европы? Реверс из Европы имеет мощность порядка 60 миллионов в сутки. Он сегодня используется где-то на 35. То есть используется немногим больше, чем наполовину. Тут в основном экономические причины, потому что реверсом идет тот же российский газ. И Россия в недостаточном объеме подает его в Европу. Из Европы просто трудно вытащить этот газ для нас. Хотя, конечно, он дешевле. Я еще о чем хотел сказать. Что вот, к сожалению, у нас страшно стала политизированная жизнь в этом году. У нас все со всеми борются. Даже в... Но революция что же вы хотели? Даже в одной коалиции мы видим, когда члены коалиции критикуют правительство и наоборот. И в это время у нас упущено очень много резервов, очень много маленьких вещей, которые просто должны делать люди, профессионалы, те, кто разбираются в энергетике. Я могу привести там пять примеров. Например, у нас зачем-то отменился с первого января вступавший в силу закон, по которому в бензину нужно добавлять спирт, биоприсадки. Это, кстати, не... Это европейская директива, которая в рамках всего Евросоюза обязывает переходить на альтернативные виды топлива. В масштабах Украины, если бы он действовал, мы бы заменили где-то 250 тысяч тонн бензина, в деньгах это 250 миллионов долларов в год. Каждый год мы бы оставляли в своей спиртовой отрасли, где половина заводов стоит, где люди не работают. У нас бы запустилось 5-7 заводов, 2000 человек получили бы работу. И в стране бы осталось... Это происходит по халатности, по недосмотру или кому-то выгодно? Ну, наверное, это вопрос членам действующей коалиции. Этот закон был действующим. Он приносил, точнее, экономил стране 250 миллионов долларов в год. Это давление на курс. Зачем его отменить? Вот у меня этот вопрос я хотел задать. Я хотел бы задать. Второй пример, и таких примеров нет, ну, не с числами. Я могу штук 5 перечислить. Дайте я еще одно скажу. Вот тут у нас член Радикальной партии, а также член Комитета по топливно-энергетическому комплексу. Я не понимаю, зачем поднимать ренту на добычу природного газа в стране до 55%. При том, что сверху есть НДС, вы почитайте свой бюджет. При том, что сверху есть НДС еще 16,7%. Вы на тех людей, кто здесь частные деньги вложил в добычу газа, вы их обложили налогом 82%. Какой, извините, человек сюда придет вкладывать деньги? Ну, я не знаю, что вы делаете. Из-за вот этих вот действий у нас в стране такая дыра в бюджете, и мы вынуждены обрезать льготы. И все это дело. Скомоните. АПЛОДИСМЕНТЫ Олег Володский. Я, Евгений Алексеевич, вернусь, просто вы спросили, какие основные итоги года. Для меня, как для международника, вот я тут послушал, есть три представителя коалиции. Я очередной раз убедился, что для меня главный итог года это тотальное, ну, скажем, не знаю, как подобрать интеллигентное слово, бездавность того курса, который выбрал Кремль в отношении Украины. Потому что умные люди говорили, просто посидите и подождите, украинские политики все сделают за вас. Они сами между собой рассорятся, сами все распилят, сами все раскрадут и в итоге положат у Крыма к ногам Путина. Не надо было ни забирать Крым, ни вторгаться на Донбасс. Потому что более печального зрелища, чем ситуация, когда правительство отходит от колесонного соглашения, которое вроде как не просто правительство, а конкретная партия, представляющая премьера, подписывала. Когда здесь сидят три представителя, это же даже не демократия. Когда на носу голосование за бюджет, это уже, извините, хаос. Смотрите, вот пример российского кризиса, сумасшедшее падение рубля. Все тут радовались, рукоплескали. Что сделал Путин? Там не вводили драконовские ограничения. Он лично перезвонил целой группе олигархов, крупнейших экспортеров, которых фактически лично заставил сдать выручку валютную. Были применены оперативно, в течение двух-трех дней Государственная Дума приняла законы, увеличивающие госгарантии значительно по сумме вкладов, чтобы удержать... Это не рыночные методы. Алексей, это важная экономия. Я, чтобы удержать... Вы просто диктатуру. Вы смотрите. Я предлагаю спасать страну. Извините, отменять, давать прокуратуре право без суда арестовать людей в зоне АТО это и есть диктатура, что вы уже сделали. Послушайте, еще раз, когда у нас валилась гривна, наоборот, олигархи давили на власть, чтобы давать банкам рефинансирование, то, что вы сейчас сказали, и чтобы банки близкие к этим олигархам, близкие к власти могли заработать, а не наоборот. Когда власть обзвонила олигархам и сказала, ребята, сейчас сложная ситуация, прижмите немножко свои аппетиты. Надо поддержать. Я только боюсь, что те самые олигархи, которых российская власть прижала, сейчас, может быть, там и чуть-чуть поделятся, а Новый год уже будут встречать там на постоянном... Нет, безусловно, в России ждет большой кризис. Где-нибудь... Россию... Россию ждет еще в большой глубокий кризис. Где капиталой факту они смогли остановить падение рубля. Это факт. То есть они смогли применить быстрый набор мер, не принимая никаких... Не вводя налог на покупку валюты, не вводя даже необходимость там каких-то особых ограничений, не запрещая снимать депозиты, ничего такого, что может еще больше испугать рынок. То есть они приняли ряд мер, которые на время... Я не говорю, что кризис. Кризис очень глубокий будет в России. И они еще дорого заплатят за Крым наш. Но у них валютный запас еще есть, которого нет у Украины. Такая разница. Но надо... Есть ситуация... У нас все время говорят война, война. Так вот есть ситуация, когда власть должна не обществу говорить война, поэтому платите больше, а тем, кто реально может заплатить больше. Ну знаете, Путин у нас во все сегодня новую военную дактрину Российской Федерации подписал. И знаете, ничего хорошего она не сулит, по-моему. Но об этом поговорим в следующей части программы. Я хочу что-то поведать. Я прошу прощения. В следующей части программы мы вынуждены прерваться и продолжим в следующей части. Спасибо. До свидания. Продолжение следует... Еще раз спасибо за аплодисменты. Это программа «Черное зеркало», которая, как всегда, по пятницам представляет редакция подробностей. Сегодня мы подводим итоги года. У нас произошла частичная смена состава. У нас в студии появился представитель оппозиционного блока Александр Вилков, он сменил Юрия Бойко. Появился Сергей Каплин от блока Петра Порошенко, но Иванка Клымпушцинсадзе осталась с нами. Я не знаю, Юрий Чижмарь ушел или он еще курит просто. Не знаю, посмотрим. А вот Бориславу Березу, как выяснилось, я обещал в новостях, сегодня анонсируя наш выпуск, что придет к нам Борислав Береза, который больше не правый сектор, а независимый, внефракционный депутат. Как мы об этом узнали на днях. Но вот он заболел, говорят, даже руку сломал. К сожалению, Березу мы сегодня потеряли. Реплика на то, что было сказано, вы мне обещали, в предыдущей части программы. Да, вот вы знаете, обязательно сейчас я вам дам возможность сделать эту реплику. Так, для затравки. Просто хотел бы напомнить, мы всегда проводим голосование на нашем сайте. И вот в этот раз мы предложили выбрать главное слово следующего года. Предложили такие варианты. У нас только четыре, к сожалению, варианта мы можем предложить. Таковы возможности нашего сайта. Вот смотрите, главные слова. Победа, реформа, дефолт, третий Майдан. Вот большинство сходится на том, что главным словом следующего года может оказаться дефолт. Ну а остальные, не трех остальных слов, мнения разделились. Четверть верят в победу. Вопрос в том, в какую победу, над кем. Примерно четверть же верят в то, что больше всего будем говорить о реформах. Дай бог, что они провали реформ. Ну и третий Майдан, популярная тема, тоже может оказаться одним из главных слов будущего года. Ну это так, к слову, а Алексей Рябчин, я обещал представить любость девчины, дать возможность отреагировать. Спасибо. Я бы хотел, чтобы и власть, и то же самое журналисты были очень ответственны. Когда мы произносим постоянно третий Майдан, дефолт, давайте не будем накручивать общество, которое и так очень напряжение. Давайте говорить о победе, давайте верить в нее и давайте делать все для этого. По поводу энергетики я хотел бы ответить коллеге по поводу газовых налогов. Есть две конфликтующие заведомо структуры. Есть финансисты, которые хотят больше налогов. Есть, например, мы как комитет энергетики, которым хотим больше собственной добычи газа, чтобы мы не покупали много у России. Поэтому на решение на нашем комитете мы поддержали тех производителей, мы снизили налоги, которые и так должны были быть снижены с первого дня, для того, чтобы было больше собственной добычи газа, для того, чтобы мы не переплачивали эти доллары в России. Ну а финансисты, естественно, хотят, чтобы налогов было больше, поэтому это извечный конфликт. И по поводу энергетики, последний момент, по поводу угля. Очень много говорится о проблеме угля, поставки железнодорожной, газ, электроэнергии. Давайте говорить о людях, о шахтерах. В этом бюджете сокращены абсолютно все дотации на угольную отрасль. Я никогда не думал, что я буду социалистические речи какие-то говорить. Я в комитете, глава подкомитета по энергоэффективности и энергосбережения. Я всех хожу и достаю, давайте тратить меньше электроэнергии и других ресурсов. Но я хотел бы, чтобы мы и я этот вопрос буду поднимать постоянно. Подумали о шахтерах, о тех людях, которые, возможно, останутся без работы. И я прожил с этими людьми в Донецке. Я видел эти поселки, где одна шахта закрывалась и просто весь поселок разрушался. Давайте это публичное обращение к власти и будем отставить с коллегами по оппозиции, с коалицией и с другими. Да, эту маленькую реплику Олегу Волошину тоже. Просто были приведены в пример действия Владимира Путина, как человека, который так все разрулил и поставил на место рубль и доллар. Но на какое-то время, как вы правильно сказали, просто мне кажется, что обычные люди в России, многие из них, они тоже прекрасно понимают, что это какое-то затишье, за которым может последовать снова буря. И вот тут были выведены на экран слова следующего года. Я сразу вспомнила, что когда все это происходило, вот этот галлопирующий курс, все за ним следили. Потом было принято решение ночью о повышении ключевой ставки. Эльвира Набиулина это решение приняла глава Минэкономразвития. И тогда в соцсетях возник новый глагол. Слышите, она уже, простите, не глава Минэкономразвития. Ой, я прошу прощения. Она уже Центробанк. Да, Центробанк. Я оговорилась по старой памяти. И когда было принято это решение, возник в соцсетях глагол «Набиулить». И стали его активно использовать, набиулить, совершать какие-то непонятные действия, чтобы привести все на время в порядок. Какой глагол нам здесь в Киеве написать? Ну, Гонтаревик, пытается купить 200 долларов, и не хочет это сделать, это же очевидно. Ну, вот я думаю, что слово «Набиулить», оно все-таки в энергетике свойственное для нашего правительства. Алексей, мы поговорили в паузе, он говорит, что действительно он как член комитета и многие его коллеги по ТЭКу пытаются этот драконовский налог, 55%, специальный, не существующий нигде больше, снизить. Да, но это же просто характерная черта деятельности нынешнего правительства. Вот взяли постановление в начале ноября, обязали газ покупать, только нефтегаз. Скажите, а люди, которые вложили деньги, импортировали газ, вот мы хотели... Почему не работает реверс газа из Европы? Потому что те, кто импортировал и продавал предприятиям, кто вкладывал свои деньги, снимал нагрузку с нефтегаза Украины, с бюджета, валютный курс, они чудесным образом оказались неспособны этот газ продать с 1 декабря. Кому это надо? Зачем вы распугиваете людей? Точно так же Минэнерго у нас заявила о том, что зеленый тариф не нужен, не нужна альтернативная энергетика, что не нужно вкладывать ветроэлектростанции в солнечные. Скажите, а эта электроэнергия была бы лишняя сейчас? Вот для тех людей, у которых отключаются. Смотрите, Константин... Я говорю, и позвольте я закончу. Я хочу сказать о том, что нам надо в сфере энергетики как-то уйти от волюнтаризма, от этих непонятных решений, которые сегодня принялись, завтра отменились. Давайте не отпугивать инвесторов, а то у нас нынешнее сокращение льгот будет в стране не последнего, а первого. Давайте я не отпугиваю инвесторов словами дефолт. Одну секундочку. Вот смотрите, говоря об экономии электроэнергии. У меня был сегодня очень интересный разговор с одним западным дипломатом, послом одной из стран ЕС в Киеве, который вот сказал удивительную вещь. Вот смотрите, было предложение сократить в городе рекламу, электрическую, световую рекламу. И отказались от этого, потому что, мол, это всего там какой-то там очень незначительный процент. Чуть декоративную иллюминацию. Да. Но, смотрите, говорит, вот мы, европейцы, смотрим на это по-другому. В стране, по сути дела, идет война, а город живет так, как будто бы этого нет. Что скажете? Я хотел бы только след сказать с приводу о ситуации на газовом рынке. Подождите, вот я задал конкретный вопрос. И автоматично перейти до электронерии. Вот. Нужно ли отказаться, когда в стране война, нужно ли отказаться от этой светловой праздничной рекламы? Или наоборот, это неверно? Нет, если с собой рекламу оплачивают коммерческие компании, эти деньги в итоге там идут в бюджет, зачем бить по бизнесу из каких-то абстрактных соображений вот в стране война? Это первое. Второе, правильно говорит Алексей, нам нужно успокаивать людей. Но давайте, действительно, выключим здесь свет. Будут ходить у нас патрули по улицам с ружьями. И мы что это добьемся? Мы только за дюймом летающегося атмосфера. Сергей, прежде чем вы начнете отвечать, выключите, пожалуйста, ваш мобильный. Мне режиссер говорит, что вас никто не успеет. Это очень важный. Я вам хочу из того, что жизнь не происходит ни в Верховной Раде, ни в адміністрации, не происходит на месте, в селище, в месте, в селе. Я расскажу вам, как это происходит, а безусловно в месте або в селище. Давайте говорить отверто. Действительно, накручивание вопроса. Нам даже пришли директивы и распоряжение высшестоящих организаций, что экономьте, будь ласка, и вуличное освещение. Яскравий вам приклад. По одній из улиц, в рамках экономии, вуличное освещение, получили аварию, из жизни пошла одна молодая людина, и другая в лекарне. Цена теперь этого отключения. Это первое. Другое. Если мы говорим про стратегические вещи, мне очень понравилось, с чего началась передача. Передача началась с того, давайте подведемо подсумки, того, что произошло в нашей стране. И затронули мы тему Криму. И я вам скажу очень просто. Мы, в том числе, на это вопрос. Мы Крим програли без единого пострела, не в рамках этой войны. В рамках 20-летнего. Фактически без пострела пограли политики. Потому что в рамках 20-летнего года мы абсолютно не развивали ни Крим, ни Схидные области. Точно так же тут. Если мы сейчас с вами эмоциональную характеристику людей, которые живут в Украине, не поддержимаем, мы чудово понимаем, что война на Сходе не была задача выиграть войсковые действия. Если бы у него была такая задача, он уже бы рухался дальше. Задача экономичная. Задача, чтобы украинцы не верили в то, что произошло на Майдане. И мы на сегодняшний день должны не дать происходить этим событием. Кримцы не могут не верить. Мы должны забраться в кулачок и рухаться дальше. Уже достаточно много было сказано про то, что произошло в 2014 году. Безусловно, это был самый тяжелый год для нашей независимости. Но давайте подумаем, что необходимо делать дальше. Жизнь же не заканчивается. И с точки зрения мировой практики, и с точки зрения просто здравого смысла, те страны, которые попали в такую ситуацию, в частности, это Украина сегодня, наша с вами, страна наша с вами, родина, должна сделать три правильных шага. Первое. Это поддержать работающее производство, работающую промышленность. Те, которые платят налоги фактически, кормят пенсионеров, врачей, учителей наполняют бюджет, создают рабочие места и создают какой-то бизнес-климат, благодаря которому могут прийти инвестиции. Делается ли это, на это ли направлены те поправки, которые вносятся в налоговый кодекс, бюджетный кодекс? Безусловно, нет. Там много новаций, не буду на всех останавливаться, но самое страшное является, это такой привет из лихих 90-х, это попытка внести в налоговый кодекс изменения, согласно которому любой налоговик может прийти на предприятие, насчитать штрафы, пении и забрать их автоматически со счета предприятия и даже наличку в кассе. А предприятие пусть потом судится годами и думает, что ему делать. То есть сегодня, уже говорилось сегодня это в передаче, стоят поезда, груженные нашей продукцией, и на Одесской, и на Приднепровской, и на Донецкой железной дороге не едут, потому что нет без топлива, это вопиющая безхозяйственность. Из 87 энергоблоков сегодня не работает в стране 42, и те предприятия, которые еще могут работать, не работают, потому что нет электроэнергии. Второе, что необходимо сделать, это поддержать тех людей, которые работают, чтобы они хотя бы сохранили уровень жизни, а лучше хоть немножко его улучшили. Что предлагается в этом бюджетном, в этом налоговом кодексе? Первое, 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 это, первое, это, да вы послушайте, да вы послушайте. Давайте я вам дам комментарий насчет себя за три года, пока я был губернатором Днепропетровской области. Когда вы были губернатором, я на Майдане тренажил, вы лежал у вас в главе, и на 42% рост заработка. Я не знаю, что вы делали в Верховной Раде, я занимался тем, чтобы когда 2-3-й обороны не страшно было захватить, чтобы они были послушаны. Поэтому давайте прекратим. Я бы хотел продолжить. Я бы хотел, этого нельзя допускать. Прошу минуту тишины. Евгений, этого нельзя допускать. Прошу минуту тишины. Дорогие друзья, из-за вот таких людей, как вот этот товарищ, у нас не нужно, 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 не нужно. Ну, пожалуйста, прошу минуту тишины. Вы знаете, в наш век электронных коммуникаций в редакцию еще иногда приходят письма, как правило, от пожилых людей. Вот на вас пришла жалоба, на здесь присутствующих. От киевлянина Анатолия Леонидовича Слицкого. Имеется и адрес, и телефон, и все координаты. Что он пишет? Люди, наделенные властью, начинают говорить, кричать хором, перебивают друг друга. Мы не можем разобрать, о чем они говорят. Таким поведением эти люди вызывают у телезрителей неуважительные к себе отношения. Разве можно к власти допускать таких людей? Что можно от них ожидать в их деятельности? От имени моих коллег-ветеранов прошу вас обеспечить порядок в студии во время ваших переданий. Я вас очень прошу, не перебивайте друг друга, господа, уважайте друг друга. Я с уже позволения продолжу. Давайте установим. Вы меня перебили, давайте я продолжу. Сколько нужно, сколько можно говорить тому, кто должен сидеть в тюрьме, это первое. И сколько нужно говорить тем, кто сегодня имеют коллекционное большинство, и на которых ответственны за будущее этой страны, для того, чтобы защитить этих детей, и дать им возможность завтра иметь целостную страну, работу, а в будущем хорошую пенсию. Вы уже работали. Мы вас услышали, Сергей, спасибо. Давайте мы продолжаем, пока представим новое. К нам присоединется в Тонбассе, Сергей. Мы потеряли Крым, и после вашей антинародной политики мы теряем Донбасс. Сергей, можно я представлю вашего коллегу, к нам присоединяется Сергей Леонидович? Вы разговаривали всю страну, вы забрали все промышленные предприятия, вы забрали всю землю, вы спонсировали партию регионов, которая стреляла в этих детей. И мы сегодня должны вам дать час, чтобы вы здесь с лекцией выступали. Вы уже навыступались. Скажите спасибо, что вам дают возможность жить в этой стране. Отныне место в Жириновске в Украине не вакансное, я очень рад. Алексей, я с вашего позволения закончу. Мне действительно только хотел слышать пункт 3. Значит, и пункт 3 в этой ситуации необходимо защитить тех, кому сложнее всего. Это наших пенсионеров, и вот эта новация, которую пытается сделать власть, на пенсию, которая выше 3600 гривен, ввести 15% налог, а это как раз шахтеры, о которых выратывали, это металлурги, это горняки, которые всю жизнь горбатились возле мартеновских печей, у них еще хотят забрать дополнительный налог. Плюс, дай бог, удалось парламенту, хватило здравого смысла и некоторым членам коалиции, за это очень жестко выступала депозиция. Оппозиция удалось не проголосовать закон, который полностью лишал бесплатного проезда, пенсионеров, инвалидов и ветеранов, и тот закон, который уменьшал заработную плату наших врачей. На это хватило здравого смысла. Они, конечно, будут пытаться протащить этот вопрос дальше в зал, будут пытаться голосовать, Я слушал вас, слушал, и я думал, буду сидеть спокойно, но когда я услышал господина Вилкова, мне, знаете, когда господин Вилков начал нам рассказывать про шахтеров, которые потерпают на Донбассе, я почему-то вспоминаю квартиру в Лондоне за 300 миллионов долларов, которые бывший ваш работодатель, господин Ахметов, купил, и который он иногда посещает в городе Лондоне за 300 миллионов долларов, по нынешнему курсу, если мне не изменять память, это под 6 миллиардов гривен. Вообще нормально или нет? Расскажите. И вы мне про шахтеров будете рассказывать, которые на Донбассе голодаются? Извините, пожалуйста, но то, что произошло на Донбассе, это прямое следствие руководства ваших менеджеров и вашего бывшего работодателя, господина Ахметова, который этих людей оставил без будущего. Поэтому не нужно вам рассказывать о том, что было раньше. Раньше было то, что привело к нынешним событиям. И господин Янукович, извините, господин Вилхов, я вообще первый раз с вами на эфире, но мне просто смешно вас слушать, потому что вы были в команде господина Януковича, который довел эту страну не просто до кровопролития, до ситуации вообще полураспада. И вы будете рассказывать и лечить других? Извините. Вам нужно спросить прощения о этой стране. Уважаемый гражданин Лещенко, если вы сказали про Донбасс, то оппозиционный блок подал как раз обращение в Конституционный суд, для того, чтобы отменить антикеловеческие законы, которые приняли вы, и постановление РНБО, которое мешает 400 миллионам людей, и зарплату пенсии, и поставил их на крайне держава, и который раскалывает мой взгляд. А с точки зрения того, что олигархи должны максимально сделать сегодня для людей Украины, так я с вами на 100% соглашусь. Они не максимально, они должны продать все. Вы знаете, я... Сергей, руководитель блока, по спискам которого вы попали в парламент, тоже не самый бедный парень в мире, правильно или нет? Я согласен, это должно касаться всех олигархов. У господина Ахметова один самолет, это «Фалькон», а второй самолет, это аэробус, который входит в 100 человек, но он его использует для частных нужд. Этот самолет стоимостью под 100 миллионов долларов, и квартира в Лондоне 300 миллионов долларов. Извините, полмиллиарда только на два средства. Смотрите, один вопрос, смотрите, до 100 и 2 верит в то, что в этой нищей стране можно миллиард заработать честно. Подвините руку. Кто? Хоть один здесь верит в то, что миллиард долларов можно заработать честно. И один. Вон девушки. Вон девушки. Все, давайте все же. Я приправлю, я считаю, я считаю, дружище, 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 дружище. У нас сегодняшний день представники трех політичных сил. И мы должны говорить про наступное. Три політичных силы. И среди их представников, каждый из этих трех політичных сил, есть депутаты, и среди Бюту, и Батьківщины, и среди Блоку Петра Порошенко, и среди Абазитина. Есть депутаты в каждом из вас. Какие по одни, по двой, по три, по четыре каденции уже. Тому у вас солидарная ответственность. И она должна выразиться, не сварить ее. Кожен олігарх має відповісти. Кожен олігарх має понести відповідальність за всю війну, за грабу поїну, за экономию. Кожен конструктив. Я вам, я народному умову, не вважаючи на політичну силу. Вона біла, вона зелена, вона блок, чи вона опозиційний блок. Кожен має відповісти. У нас у вас одне питання. Кожен повинен заплатити подальше. Дорогие, вы остановитесь, что вы похожи на бюджет. Риторики на Олега Ляшка. Но вы должны прекрасно понимать, что эти гасла очень нравятся избирателю, но они его не накормят. Вы почему не голосовали против призначения Ясенюка? Я народный депутат из коалиции. Из коалиции. Один из двух голосовал против, против. Это червона кнопка, до речи. Я тоже не голосовал. Против призначения Ясенюка. Я тоже не голосовал. Я голосовал против. А вы ховали в куче, там, в Верховной Раде. И голосовали, чему? Может, вы спонсором его были на выборах? Какой-то вообще странный парень. Мы однозначно против назначения Ясенюка, потому что вы все право-лево. А вы, наверное, против, потому что вы просто лево-лево. У меня вопрос, кто наиболее против обеспечения ПДВ за часы премьерства Ясенюка? Ясенюка. Давайте не будем политические разговорки. У меня вопрос. Абсолютно все присутствующие тут депутаты, их политические силы, идутчи на выборы, декларировали то, что они будут проводить в жизни централизацию. Это почти не было не в том... Это было почти не в том выборчей компании абсолютно каждой политической силы, которая тут сидела. Будь ласка, дайте объяснить всему украинскому народу, в лицевом самовередовании, где децентрализация, где вы ее делали? Давайте поговорим про олигархов. Олигархами в нашей стране становились двумя путями. Или в 90-х годах была определенная приватизация, тогда предприятия стоили гораздо меньше денег, они были приватизированы определенными людьми, потом произошла до оценки этих предприятий, и люди стали миллиардами. Сергей, вы делаете второй вариант? Вы делаете второй вариант? Вы делаете второй вариант? Вы делаете второй вариант? Ваши оранжевые друзья воруют все, что можно у вас делать. Ваше большое счастье, что я с вами встречаюсь здесь. Я народный депутат, и вы народный депутат. Я встречаюсь с вами здесь. Так мы с вами не должны встречаться. Ток-шоу. Было бы лучше, чтобы мы с вами встретились в генпрокуратуре, а я был генеральным прокурором. И тогда у нас холодных и нищих в стране не было через полгода. Вы не означали генпрокурорами. Алексей, попробуйте рассудить скорщиков. В формат ток-шоу, то я просто думаю, слава богу, что Борислава Березы нет. Это было бы вообще тогда просто. Давайте. Рейтинги бывают. Я вам так скажу, что Борислав Березов руку сломал, а вот тут вообще мне пришло сообщение. Кстати, коллег попрошу проверить, что там случилось. А вот во Львове обстреляли дом Садового. Опять? Проверьте, пожалуйста, что там. Это же год назад было, наверное. Нет, 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 не год назад. Вот подождите секундочку. Это Даши застрелили, а сейчас опять. Коллеги, мои редакторы меня слышат. Вот сообщение было в 10 часов во Львове, обстреляли дом Садового. Слушай, давайте вернемся к серьезному какому-то режиму. Давайте действительно вернемся к Садовому. Возможно, я отвечу, у нас много объективных ребят, но я думаю, что у меня там самоуправление и не все-таки сил обыта понимали. Ну давайте дадим слово-то ему. Раз уж устроили персональное дело, разборку, ну давайте обвиняем ему слово. Пусть господин Вилхов ответит, почему олигархи платят на дивиденды 5%, а вся страна 15% за своих доходов. Объясните. Я считаю, что олигархи должны платить не меньше, чем вся страна, а лучше больше. Потому что в сегодняшней ситуации должно быть жестче. Где ваш законопроект? Вынесите законопроект, где персонально будет указано, что олигархи должны владеть 10%. Олигархи платят миллиардов, а каждый в этой студии платит 15%. У нас единое законодательство для всех. Вы поняли, что это не может быть? Ну как это не может быть? Отменяйтесь оба, Сергей, вы меняете. Я вас захищаю, я вас захищаю, потому что вы не дадите мне ответ на вопрос. Мы вам ответим. Давайте, слушайте. Децентрализация в стране будет. Послушайте, она будет тогда, когда для этого будет политическая воля. Политическая воля премьера и членов Украины. Дуже конструктивно. Это было перед выборчей обезьянкой. И благодаря нашей позиции, в частности Сергею, было остановлено низко ганебных инициатив уряда, связанных с тем, чтобы уменьшить социальное забезпечение граждан. В частности, закон 1577, который мы, Сергей и наши друзья, коллеги, депутаты, поховали в Украине. Когда будет децентрализация? Поэтому, однозначно, в коалиційном угоде записано чётко. И есть перелет тих законодательских акций, которые будут забезпечены. Какие строки? Децентрализация будет реализована в конце этого, в начале этого года. Коалиція выполняет свои обязательства по коалиційному угоду. Потому что это чёткая требования граждан. Это чёткая требования времени. И это, безусловно, наша борьба. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот мне сказали, что... Простите, Вилкуль. А я садовол. На самом деле, опять его не было дома. В прошлый раз, когда обстреляли, его не было дома. И в этот раз, его, слава богу, тоже не было дома. Интуиция – это сильное качество политика. И слава богу. Он предвидит. Он предвидит. А может быть, просто пиар. Да, пожалуйста. Иван Климпусин. Иван, Иван. А вы тут у нас одна. Придите к нам сюда. Да, я тут нормально себя почуну. А вот это я просто вас хочу. Потому что так как получилось, что вы... Вот у меня свободное место. У вас только что была оговорка по Фрейду. Да. Я насправді просто хотела бы повернути коллега трошки в то русло тої розмови, про яку вы почали. И тогда, когда в черговый раз пан Олег Волошин, власне кажучи, співав диферамбы взагалі російськой системе управления. И керувания. И хотела запитать. Вот вы вас спитали, чи варто выключать, скажемо, ситилайты. И мне кажется, что это абсолютно нормально. Там, возможно, там свитло для того, чтобы не было аварий, не варто выключать в час войны. Но мы все должны начать начать как-то трошки себя погодить иначе. Мы, напевно, повинні... Ну, мы, как граждане, я имею в виду, та ширше. Тобто, мы, напевно, мали бы перестати там бити салюти. Мы мали б перестати там відкорковувати шампанське. Иначе люди, которые проводят как-то иначе радостный час, у меня вызывает удивление. Через то, что мне кажется, попри то, что я понимаю, что мы должны жить, мы должны радиться своим детям, мы должны искать позитив каждый день. Но, одновременно, мы должны каждый себе в чем-то отказаться. И это, повернувшись, взагалі, до вашего питания самого начала. Тобто, каждый себе в чем-то отказаться. Это, знаете, так, как у пист. Так, как у пист. Людина має от чего-то важного для себя отказаться. Я вважаю, что это сейчас ответственность каждого. И не только, не только каждого пересечного гражданина. Точно так же и каждого из нас, кто есть в депутатах, в политиках, в уряде, еще где-нибудь. И мы пытаемся это делать. А просто ваши заклики, знаете, до каких-то абстракций. Мне кажется, что для того, чтобы страна мобилизовалась, вам нужен Сталин. А вот дискуссия, демократия для вас недостатним средовищем для того, чтобы люди как-то зібрались, как вы сказали, в кулачок и идти дальше. Можно ответить? Да, пожалуйста. Первое. Тогда надо политикам перестать ходить на ток-шоу, устраивать тут цирки и всех веселить. Это первое. Раз уж у нас такая суровая атмосфера и... Это первое. Второе. В сорок первом году, когда немецкие войска стояли... Ничего не стояло о том, что мы хотим посадить бандитов нету. Послушайте, в сорок первом году, когда на реке Ирпень уже была линия фронтов, в Киеве работали театры, кафе, рестораны, делали специально все, чтобы в обществе не было паники, чтобы люди не убегали хаотично из города, а наоборот, по мере сил там поддерживали бойцов и так далее. Это нормально, когда люди живут нормальной жизнью. Кроме того, президент, возглавляющий чьим именем назван наш блок, делает все, чтобы у нас там установился мир. Мы воевать, вроде как, дальше не собираемся. У нас по факту уже нет войны. Нет, подождите, а у нас сегодня михарин турки... А мы сейчас резко выключим и здесь священие, чтобы... Нет, ну а это же не идет речь. Я не пропоную, не будь ласка, не перевяжите. И самое главное, и все должно быть искренне. Все должно быть искренне. Если кто-то, например, соблюдает пост, искренне он соблюдает, если кто-то это делает, чтобы соседи не осудили, извините, это прямо противоречит... Это была очень верная параллель с постом, потому что именно в пост человек отказывает себе в чем-то. А я, например, не почувствую, не собираюсь. Почему я должен? Есть вещи, которые... Нет, потому что у нас есть страна, которая стоит на кону. У нас есть страна, которая стоит на кону. В экономике, в политике, в войске. Она стоит до этого времени, продолжает стоять на кону. И если мы не соберемся все разом, независимо от подобаний, каких-то, не знаю, мрений, желаний и так далее, если мы не соберемся все разом и не будем единым целым, как политическая нация, как политический народ, то мы втратим эту страну. Поэтому, будь ласка, припомните, график. Вы же политики. Послушайте, депутаты, извините, я не могу на тебе ответить. Депутаты боятся, что продлят сессию, потому что у них уже заказаны поездки за рубеж. А мы будем отключать рекламу. А надо отключить фитилайты, да? Олег, вы взяли, что кто-то боится. Олег, вы будете працювать от него за Богом. Мы вам не працюем. Если я с вами не працюю. А куда вы едете? Леша, вы едете куда-то? Сергей, вы едете куда-то? Нет, я не еду, не будет. Сергей, я еду, я хочу узнать, куда я еду. Я сейчас расскажу. В АТО. Значит, первое. Чего? Анализируя ситуацию, которая сказала, я чётко вважаю, что нужно брать відповідальность сейчас на сердце. И нужно защищать каждую гривню, каждую часть социальных стандартов в стране. Вихід один. Объединение всех профсоюзов в Украине. Сьогодні я провел велику нараду. Больше 30-ти великих профсоюзов, за которыми мільйони українців доверили мені бути представником профспілок у Верховной Рады Украины. И с сегодняшнего дня начинаются черные дни уряда Арсения Петровича. Бо я не дам ему знищити простых украинских граждан. Я не дам підняти пенсійний рік. Я не дам знищити стандарти. И мы будем добиваться... Сергей, ну вы можете говорить тоже только на полтона ниже. Ну что вы кричите? Нам лежка хватает на политической сцене. Мы будем добиваться, чтобы были проиндексованы пенсии, чтобы были проиндексованы прожитковый минимум, чтобы были проиндексованы минимальные зарплаты. Я так и не понял, куда вы ради этого поедете? Прости, я еду в профспілковый тур по всей стране, збираю в один кулак все профспілки по всей стране. Вы знаете, мне бы хотелось от народного депутата Украины. От каждого народного депутата слышите такие вещи. Ось я пропоную такую программу, где можно заработать столько денег и эти деньги направить на пенсию. А вы просто популяризм. И именно поэтому, поспілковыми лидерами, их эксперты, в количестве более 200 человек, створено нам разнообразную группу, чтобы работать на альтернативную урядовую яценюковскую программу по ряду Украины. Мы готовы принять в него эстафету, если он не справится. Я прошу прощения. Сергей, вы забываете, что часть коалиционная угода является частью урядовой программы. Так, принаймне, есть в документе. Я как раз говорю, что... Я не понял, кто у нас в оппозиции. Но к вопросу о том, что президент у нас хочет мира. Вот я среди последних сообщений, которые я тут поглядываю одним глазом в интернет и так далее. Вот господин... Простите. Господин Турчинов, новый секретарь СНБО, заявил, Петр Порошенко верховный главнокомандующий и не будет ни минуты сомневаться, если поймет, что нет другого пути, кроме активных боевых действий и введения военного положения. СНБО такое решение будет готовить, когда придет время. Вот такое воинственное заявление, я бы сказал. Готовимся к войне, а не к миру. На самом деле военное положение невозможно по одной простой причине. Потому что МВФ не дает деньги странам, которые находятся в состоянии войны. Если военное положение, значит война против кого-то. Соответственно, это война одного члена МВФ против другого члена МВФ. Любое кредитование прекращается, военное положение невозможно в принципе. Скажу, может быть, непопулярную вещь, но, знаете, я как раз один из тех народных депутатов, и Сергей, кстати, наверное, тоже, которые не голосовали за изменение закона по персонально-турчинам. Кое-кому, я так понял, это вырубил. Очень не понравилось. Да, они еще и блокировали, и блокировали. Вы тоже не голосовали? И я хочу сказать следующее. До сих пор в Верховном Совете Украины, и это ответственное мое заявление, лежит проект постановки про створение Временной Следственной Комиссии, чтобы расследовать и дать ответ на вопрос, кто продал Крым? Пока ответа на этот вопрос не будет, в этой стране никогда не начнется справедливость. Сергей, а почему... Они ограбили страну. Сергей, у меня вот еще, почему не продал, почему не отдал, не продевал? А пропал Крым, началась война на Востоке. А продал, потому что есть версия, что Турчинов и компания верили, что Путин признает свержение Януковича и оставит их в покое, если они отдадут Крым без боя. Вот это была главная надежда, что не будет российского десанта в Киеве, Януковича силой в Маркет сюда не привезли. А мы кем бой устраивать? Ну, хоть минимум надо было дать команду нашим кораблям выйти из портов. Почему пограничники все до единого свои катера вывели в Одессу, а военно-морской флот все там оставил, и мы бездарно, их без боя все сдали. Вот это... Вопрос риторический или иной? Вопрос риторический или ответный? Вопрос риторический или ответный? Я правда не знаю, вот кому вопрос адресовать, но сегодня, вы знаете, появилась новость о том, что отрезают фактически железнодорожное сообщение с Крымом, все поезда отменяются. До этого и автобусы, да, и наземное сообщение. И карточки в системах платежных газов и мастерфантов. Но это в рамках санкций. А вот решение со стороны Украины, это отменить железнодорожное сообщение автобусы. Карточки не работают, железная дорога не работает, поезда не ходят, автобусы не ходят. Ну да, вот в связи с этим у меня вопрос, не ходят поезда, не ходят автобусы. До этого история с электричеством. Не кажется ли вам, что на этом фоне тезис о том, что Крым украинский, он как бы слабеется? И оппозиционный блок – единственная политическая сила, которая всегда занимала последовательно позицию за мир. Другие провластные политические силы считали, что война – это сильная позиция для их рейтингов. Оппозиционный блок всегда считал, что мир – это сильная позиция, потому что от войны проигрывают все, от мира выиграют все. Именно поэтому мы занимаем позицию, что обязательно необходимо, чтобы те украинцы, которые живут на тех территориях, которые мы не контролируем, это территории Донбасса, это Крым, чувствовали, что им украинцы помогают. Именно поэтому мы подали в Конституционный суд, чтобы отменить античеловеческое решение, из-за чего там не платятся пенсии, пособия матерям с детьми, инвалидам, люди на грани выживания. Вы, ваш коллега, только что недавно, господин Бойко, сказал, что эти территории мы потеряли. В первой части программы вы тоже так считаете, что эти территории мы потеряли? Я считаю, что однозначно и Донбасс – это Украина, и Крым – это Украина. Спасибо. И мы будем сильными тогда, когда украинцы, которые там живут, будут чувствовать помощь Украины, и тогда быстрее мы все будем в единой стране. Поэтому делать такие недружественные действия, от которых будут страдать. Не Россия же от этого страдать будет, от этого будет страдать каждый простой крымчанин. И что он будет думать про Украину? Нет, мы должны делать те действия, которые направлены на то, чтобы они чувствовали, что и мы Украина, и они Украина. И мы украинцы, и мы украинцы. И украинцы помогают украинцам. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей Ильич, я прошу, прошу, я хотел бы сейчас предоставить возможность Сергею высказаться. Все-таки вот эта история с вашим неголосованием вызвала столько откликов и, как говорится, комментариев. Почему вы не голосовали за этот проект? Я имею в виду за проект о изменениях статуса Совета национальной безопасности и обороны. Я вам сейчас отвечу, но я все-таки хотел бы прокомментировать господина Билкова, потому что... Только ответите потом. Мне просто смешно, хотя у нас не гумористичная передача, потому что пан Вилкул сейчас отвечает про какой-то оппозиционный блок, про какую-то единую Украину. Но если мы смотрим на пана Вилкула, то мы вспомним, что оппозиционный блок – это просто партия регионов, которая взяла себе новую назву. Это партия регионов. Партия регионов. За ныру в эту страну в кровопролетие. И через какую-то страну втратила этот Крым. Поэтому рассказывать о том, что мы за мир, можно на каких-то 95 кварталах, я не знаю. Господин Лещенко, у вас есть какие-то... У меня есть заключение без действия. У меня есть вопрос. Почему вы, как человек, которая причетна к партии регионов, не оставили политику и не пошли на пенсию, або в бизнес, або в эмиграцию, и вместо того, чтобы сидеть с вами в парламенте и рассказать о том, как жить. И не нужно мне рассказать о выборах, которых вы протягом 15 лет на Донбассе вводили гоману, а потом эту страну занулили в кровопролетие. Не нужно рассказать. Партия регионов – это ваше второе имя. И самый лучший выход для вас и для вашего работодателя на прозвищу Пан Ренат Ременович Ахметов – просто забыть про политику, поехать або в Лондон, або в Ростов и не заниматься в Украине политикой. Сергей, одну секундочку. А теперь... На конкретный вопрос можно дать конкретный ответ или нельзя? Раз вы наехали, давайте послушать. Вы вообще демократ, либерал или как? Вы кто? С точки зрения ваших базовых... По реконам. С точки зрения по реконам. Да. Так, либерал. Либерал. Ну, раз вы либерал, вы должны выслушать ответ. Доброе. Но я же маю вам прокомментировать еще про не голосовать. Непременно. Значит, даю четкий ответ про себя. С 1991 года по 2010 я работал в промышленности. Четыре года на рабочих должностях. Помощник машиниста, экскаватора, горный мастер. Потом, если вы хотите по собственности предприятий, то я работал на государственном южном блоке. Потом его приватизировала, в том числе и Юлия Владимировна. И я работал, продолжал там работать заместителем генерального директора. Наверное, неплохо работал, раз не выгнала. Потом стал генеральным директором государственного центрального горно-обогатительного комбината. Да, я 19 лет работал в горно-добывающей промышленности. И были разные собственники. Была и Тимошенко, была и государственная. Как прошла приватизация у Крутпрома? Расскажите нам в 2003 году еще. Нет, вот давайте мы сейчас не будем... Сергей, я вас очень прошу, если получается у нас... Я работал на производстве, не имел никакого отношения к приватизации. Это вы тут большой и великий человек. Нет, ну извините, я просто знал, что приватизировали у Крутпрома. Это первое. Теперь рассказываю... То есть, 20 лет, считай, работал в промышленности. Теперь рассказываю про политическую деятельность. То, что вы хотите послушать. Три года был губернатором Днепропетровской области. 24% рост производства. От 120 детских садиков. Да какая разница? Ваш лидер, ваш лидер. Человек, подписком которого вы стали народным депутатом, Петр Алексеевич Порошенко, был министром экономики в правительстве Азарова. Да, я был вице-премьер-министром правительства Азарова и работал на Украину. Это первое. Мы были замки региона. Вы были замки региона. Вы были замки региона. Вы замковы не было. Вам главы не было. Мы был замки региона. Шановные депутаты, пане Федерыченко, я хотел бы попросить. Моя думка наступна. Если мы полгода, год, два года после выборов будем вспомнить только про партию в регионе, мы ничего нового не побудем. Если у нас не будет процедентного похоронения, то каждый наступник будет работать так. На жаль, мы 23 года независимости терпели коммунистический режим и голосовали, в том числе и с увеличением рейтингов за коммунистическую партию. И это у нас было. Если мы будем про это сейчас, то также вспомнить. А коммунистический режим снищен гораздо больше. Я хочу просить. Я закончу три слова. Я хочу про наступное. Ведущий задал вопрос. А вы на него не ответили. Теперь продолжаем. Моя работа вице-премьером того, который вы задавали. За четыре года тарифы на теплокоммунэнерго не повысились ни на одну копейку за счет того, что мы снизили на 10% потребления газа. В прошлом году, когда в стране была революция, когда две трети... Александр Юрьевич, Сергей, давайте вы просто об интервью договорите, там и продолжим. Электричество было, которого сегодня... Это то, чем я занимался, и то, за что я готов ответить. Значит, из-за вас... Все вам понятно? Да. Я вам рассказываю. Из-за вас, у нас... Четыре года стабильная коммунэнерго. Я вас очень прошу. Шесть раз больше, чем наоборот. И курс долларов больше, чем наоборот. Все, все, все. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Значит, разповедаю доступной мовой. Доступной мовой. За это отдельное спасибо. Особисто я вважаю, что не можно створювать под певных людей посады. И не можно, знаете, если какой-то лидер, то дать ему больше повноважений, потому что ему так хочется. И то, что Янукович взял себе руками своих ляльок из Конституционного суду, взял себе больше повноважений, то это был первый шаг, когда эта людина вместе с паном Вилковым пошла шляхом диктатури. Что касается конкретно этого голосования. Так же я против того, чтобы люди, которые приходят на посады, сказали, что я хочу себе такую-то владу, потому что мне так хочется. У нас есть Конституция, за которой секретарь РНБО и РНБО имеют певные повноважения. И их не можно увеличивать под каждую конкретную еду. Тому мы пытались остановить эти спробы, подавали певные правки, которые, на жаль, не были в раху. Но в любом случае мы остановились с ситуацией, в которой мы остановились. Мы должны в данном случае сделать что? Для того, чтобы никогда это больше не повторялось. И чтобы такие люди, как пан Янукович, как пан Вилков, были покарены. Слушайте, надоели эти... Вы разговариваете по телевизору, наверное, на тех людей, которые думают, что вас слышат. Да, не смеются. Да, не смеются. Правильно? Для того, чтобы такие преседенты не возникали, нам нужно ставить в таких спробах крапку. Поэтому мы пытаемся домогреться, чтобы этот закон был заветован. Если он не будет заветован, мы будем оскарживать его в судовом порядке. Не можно под каждую человеку створить новые повновления. Это очевидно для любого. Потому что таким образом политики разбеждаются. После этого они стоят неконтролированы и идут уже всем известным шляхом. А если это не будет, что тогда? Тогда будем подавать до КС. Будем шукать подписи для того, чтобы подавать до КС. А если КС? Или это мы очень далеко заглядываем? Ну, КС — это 45 подписей депутатов. Таких нужно найти. Сергей, ну, поговорите очень просто. У вас есть четкая позиция, аргументированная. Веты известны, кто накладывает. Президент. Вы просто кладете мандат и выходите из фракции, из депутатов и все. Но вы же знаете Конституцию. Завчинная Конституция — это то, что вы описываете, это неможливо. Как минимум вы ходите вообще из депутатов. Говорите, я не согласен с действиями президента и коалиции. Не, ну должны же быть какие-то. Зачем тогда говорить? Правильно, спасибо, Евгений Алексеевич. А дальше что? Ну, допустим, все осталось, не получилось. Как вы будете оставить свою позицию? Вон господин Хаплин уже просто союз организует. Он хочет заменить Компартию. Он даже на Ленина похож. Вы тоже можете создать альтернативную какую-то партию. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, Олежа просто спробую відповісти. Я одна из тех, кто тоже отримался при голосовании за цей законопроект. В первом и другом читании. И я думаю, что все из этой истории вынесут свои висновки. Я думаю, что все, что нас не нищить, воно делает нас мягче. И я думаю, что даже, скажем, если была какая-то незгода в середине Блосі Порошенко стосовно того законопроекту, про который мы говорим сейчас, она, власне говоря, тоже для фракции как такой, и она будет так же висновком. Я думаю, что мы будем достаточно осознанными, достаточно розумными и достаточно взрослыми людьми для того, чтобы сделать висновки и вести себя в следующих случаях иначе, как фракция, как находящее понимание. И так же я думаю, что и парламент, так же и другие коллеги тоже сделают из этого висновки. Поэтому я бы больше оптимистично смотрела на эту картину. И не нужно сразу закликать всех, сдавать мандаты. Через то, что работа – непочатый край. Это не означает, что каждый из нас может охопить неможливо и заняться абсолютно всеми речами. И каждый есть фаховец, больше фаховец в конкретной какой-то сфере. И мы один одного, значит, будем все поддерживать в фракциях, в коалиции и, власне кажучи, заради людей, заради того, чтобы жизнь была у нас. На этой ночи я предлагаю закончить сегодняшний дискуссию, потому что, к сожалению, наше время истекло. Я очень надеюсь, что в будущем году политики хотя бы в этой студии научатся друг друга не перемывать, выслушивать и приходить к каким-то позитивным результатам. Мы прощаемся с вами. Мы поздравляем вас с Новым годом. Программа «Черное зеркало» вернется в эфир. Ну, не могу сказать точно, но надеюсь, что в третью пятницу января. До встречи! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ